Продолжение следует... В первом тайме это просто нонсенс, да, потому что создавая такие моменты, так хладнокровно ими воспользоваться, лишнее давление, можно было в первом тайме уже закончить эту игру, забив 2-3 гола, но не получилось. Важно, что мы во втором тайме продолжили играть свой футбол, создавали моменты, я думаю, что мы абсолютно заслуженно сегодня забили 2 гола и абсолютно заслуженно победили. Я тоже рад за Деспутовича, что он наконец забил, ему важно набираться уверенности, он, конечно, еще не в своей форме, но парень двигается в нужном направлении, он должен понимать, что ему еще нужно работать, и я думаю, что этот гол ему придаст уверенности. Спасибо. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Вы уже несколько матчей, если только на слабую реализацию моментов, значит ли это, что вам требуется усиление в линии атаки? На реализацию, на плохую реализацию, если это второй матч, в Караганде у нас было тоже большое количество моментов, где мы тоже не реализовали, к сожалению, эти моменты, и там мы не смогли выиграть. Но о том, что нам нужно усиление, я говорил практически на всех конференциях, и не только в атакующую линию, но опять-таки сейчас уже трансферное окно закрыто, и что будет летом, пока сложно сказать, но я говорил и буду говорить, что просто катастрофически нам нужно усилеться, и нам нужна конкуренция во всех линиях. Иначе мы не будем расти, и как можно ставить перед командой максимальные задачи, которые ставятся перед нами, это и чемпионство, и групповые стадии, будь то Лига Европы, либо Лига Чемпионов, и не имея в команде нормальной конкуренции, скажем так. Поэтому это вопрос еще раз к нашим спонсорам и учредителям. Нужно что-то делать, потому что мы хотим решать максимальные задачи, но у нас катастрофически не хватает качества. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста. Могли бы ситуацию с травмированием игроками Эрич за любви вообще-то? Шитов, я думаю, что через неделю он приступит к тренировкам в общей группе. Что касается Занюдинова, слава богу, у него не настолько серьезная травма, вначале было подозрение, но думаю, 2-3 дня он приступит к тренировкам. Что касается Эрича, у него повреждение колена, насколько это серьезно, мы узнаем в ближайшие дни, он пройдет на днях обследования, и будет ясно. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое. Спасибо.